Добрый вечер, в эфире Весикарачаева, Черкесия. С вами Руслан Жубкаев и коротко о главном. Посадить дерево – это значит оставить свой след на земле. 36 саженцев голубых елей станут настоящим украшением парка около Покровской церкви. Кредитные каникулы, что это такое и как они работают? На все вопросы отвечает руководитель Национального банка республики. «Язык и легенды земли родной» под таким названием в Черкесске проходит выставка, приуроченная 65-летию возвращения карачаевцев на историческую родину. В Карачаево-Черкесии наградили победителей призеров регионального этапа всероссийского конкурса без срока давности. Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесии в первом квартале вырос на 18%. Увлечение выпуска продукции отмечается в обрабатывающих производствах, в обеспечении электрической энергией, отдельных видах лесоматериалов. Также отмечен рост резиновых и пластмассовых изделий – напитков, пищевых продуктов, головных уборов и одежды. Кроме того, почти 22% увеличится и объем отгруженных товаров собственного производства. Пятница 13-я не могла обойтись без происшествий. Сегодня в Черкесске столкновение двух автомобилей ВАЗ-2107 и «Лада Калина» привело к трагическим последствиям. По предварительной информации, водитель «семерки» выезжал из АЗС по шоссейной в сторону улицы Доватора, когда в том же направлении на высокой скорости двигалась «Лада Калина». После столкновения легковушек вторая оказалась на встречной полосе, однако ее водителю хватило оказание медицинской помощи на месте аварии. Водителю и пассажиру ВАЗ-2107 доставили в республиканскую больницу в тяжелом состоянии. Женщина, к сожалению, умерла. За жизнь автомобилиста борются медики. Автоинспекторы просят всех участников движения быть внимательными на дороге. 36 саженцев голубых елей станут настоящим украшением парка около Покровской церкви города Черкеска. Их высадили сотрудники полиции и мэрии города Черкеска в рамках акции «Сад памяти». Подробности у Алии Абаташева. Вдоль аллеи Покровского парка готовые к посадке саженцы голубых елей. Сотрудник полиции Валерия Соловьева одна из первых посадила дерево. Как и большинство участников акции, она уверена, что скромный вклад заботы о природе и украшении родного города даст прекрасные результаты. Чем больше деревьев, тем зеленее парк, тем красивее. Будет приятнее гулять здесь, знать, что эти деревья посадили мы. Еще планируете, если будут акции принимать? Да, с большим удовольствием приму участие в подобной акции еще раз. Высадка деревьев, она, конечно, в целом символизирует то отношение, еще раз говорю, к республике, к родине в целом. То есть показывает то, что мы все вместе стремимся к более хорошей и красивой жизни. Акция «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии приобретает все больше сторонников, говорят организаторы акции. Изначальный посыл был импульс, так сказать, от меня и моей организации. И вот подключилась МВД. Несколько посадок деревьев с ними уже осуществили в парке РТИ, на улице Космонавтов. И вот это одна из следующих акций. И она такая вот самая масштабная, скажем так. То есть достаточно много, 36 елок. Инициативная группа во главе с Сергеем Стрельниковым обратилась к нам, чтобы мы присмотрели такое более-менее такое красивое место. Мы проехались по паркам и решили, что в Покровском парке нет елок. И решили, что в Покровском парке будут елки у нас теперь расти. Саженцы прекрасно адаптированы к местным природным условиям. Семена взяты из шишек голубых елей, которые росли у мэрии республиканской столицы. Деревья будут высокими и красивыми, уверены организаторы акции. Али Баташев, Ислам Уромов, Вести Крачаева, Черкесия. В марте вновь заработали кредитные каникулы. Они позволят гражданам и бизнесу уменьшить или перенести платежи по кредиту на срок до шести месяцев. Кто может воспользоваться этим правом и что нужно, чтобы подтвердить непростые обстоятельства заемщика, расскажет Альбина Ламкова. Заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами, если их доход упал чем на 30 процентов по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. И они могут подтвердить это документально. При этом будут учитываться все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. Если у гражданина несколько кредитов, то можно запросить отсрочку по каждому из них, но только один раз. Пение и штрафы за время кредитных каникул начисляться не будут, в отличие от процентов по кредиту. И когда закончится отсрочка, график выплат увеличится в пределах использованного периода каникул. Если заемщик захочет выйти из каникул раньше, то сделать это можно будет, уведомив заранее кредитора. Оформить кредитные каникулы можно будет до 30 сентября текущего года. Необходимо представить заявление и документ, подтверждающий факт снижения дохода. Например, справку от работодателя, либо документ о признании безработным. Для индивидуальных предпринимателей, либо представителей малого и среднего бизнеса, динамика дохода не имеет никакого значения. Здесь определяющим является код ОКВЭД. Важно, чтобы он соответствовал перечню отраслей, требующих поддержки. Для граждан правительством установлен лимит. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут получить 350, а для ипотеки возможна сумма 3 миллиона рублей. Для автокредитов 700 тысяч рублей. Предусмотрена сумма и для кредитных карт – 100 тысяч. Если гражданин ранее пользовался правом на получение отсрочки по кредиту, например, в период пандемии, он может воспользоваться им и сейчас. Самое главное, чтобы заемщик четко подпадал под критерии закона. Документы, представленные кредитору, должны быть рассмотрены им в соответствии с законом не позднее пяти рабочих дней. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,8. В северных и центральных районах местами заморозки воздуха и на поверхности почвы до 2 градусов мороза. В горах минус 3,2, днем 20,25 выше нуля и местами 11,16 со знаком плюс. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6,8, а днем 23,25 градусов тепла. В Карачаево-Черкесии ведется капитальный ремонт 23 школ. В настоящее время уже во всех учебных заведениях практически завершились демонтажные работы. Ведутся отделочные, начата замена инженерных сетей. В зданиях будут заменены окна, полы и двери. Системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения и пожаротушения будут обновлены. Помимо этого пройдут работы по благоустройству школьных территорий. Сами же школы будут оснащены мебелью и оборудованием, а учебный фонд пополнится учебниками и пособиями. Язык и легенды земли родной. В галерее Республиканского музея проходит выставка, приуроченная 65-летию возвращения карачаевцев на историческую родину. В экспозиции представлены этнические костюмы и живописные работы карачаевских художников. На выставке побывала шерифат Лепшокова. Долгих 14 лет люди ждали возвращения на историческую родину, и этот радостный день настал. Республиканский музей не мог не присоединиться к праздничным мероприятиям, приуроченным 65-летию возвращения карачаевцев. В экспозиции более 60 работ карачаевских художников. Именно Французова, Маршанкулова, Гачьяева, Каканаева, Гогуева, Батчаевой хорошо известны любителям живописи. В их работах жизнь и судьба народа. С его радостями и горестями. И всё это на фоне щемящих видов природы, естественного помощника в труде. В Средней Азии сразу появилось чувство, что и жизни нет без родной реки, прибрежных камней и гор. Всё это отображено в картинах художников. Их работы достойны мировых музеев, уверена поэт, прозаик и переводчик Шахриза Богатырева. Они, эти картины, спокойны. Они умиротворённы, как может быть умиротворён человек, который через множество испытаний наконец возвращается к родным истокам. И он наслаждается тем, что он снова на родине. Картина Зульфии Батчаевой также известна многим любителям искусства. Одна из её давних работ посвящена теме возвращения. Вдохновлённые историей народа художница символично изобразила этот период. На переднем плане стоит горец. В его руках меч. Но это не меч агрессии, это как раз меч защиты. Это олицетворяет то, что он хочет защитить, и чтобы в следующий раз такого не происходило с нашим народом. Особое место в галерее отдано работам одного из ведущих художников-модельеров республики Зарима Аджиевой. Этнические карачаевские платья выполнены её руками и руками помощниц. Казалось, это должно быть лишь стилизованные свадебные платья. Но нет. В каждом из её работ можно прочитать карачаевский код. Связь времён – не просто слова для мастера. В её платьях история и культура народа. Сохранён старинный орнамент, покрой также не изменён. Платья магическим образом присягивают внимание. Секрет в неуловимом мастерстве. Когда стежок к стежку, безупречна каждая деталь. А началось всё с серебряного пояса, рассказывает Зарима Аджиева. Ни одно поколение кемар хранится в семье мастерицы, бережно передаваясь по женской линии. Его сохранили в тяжёлые годы депортации. Чтобы выживать, люди выменивали на еду последнее. Но семейная реликвия осталась неприкосновенной. Присутствие этого пояса меня всегда подстёгивало сделать что-то в национальном стиле. Не всегда эти платья были востребованы. Но, тем не менее, элементы национальной одежды где-то мы всегда использовали этот пояс. Мы всегда хотели надеть, где-то показать его. И гордились тем, что он у нас есть. В горах всегда ценился труд мастерицы зала Ташвейки. А сукной, сготовленная руками карачаевских женщин, считалась одним из лучших на Кавказе, рассказывает Зарима Аджиева. Происходилось смешение культур. Казаки перенимали кавказский костюм, а девушки-горянки научились вышивать крестиком рушники. Человек, который не знает своей истории, культуры, традиций, как дерево без корней. Он не может относиться с уважением к культуре других народов, говорит мастерица. Выставка продлится до 30 мая. Все желающие смогут прикоснуться к самобытной культуре карачаевцев, по достоинству оценив работы мастеров кисти и ткани. Шрифат Лепшокова, Мухаммед Ишебоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» и «Республиканского «Моя республика в судьбе моей семьи». О торжественном патриотическом мероприятии расскажет Альбина Ламкова. Людей прекрасных много в нашем крае. Республика скормила их добром. Народа лучше, я пока не знаю. А не Кавказом называют отчий дом. Сочинение о родине, написанное семиклассницей Елизаветой Богатченко, привлекло внимание всех гостей. Она из станицы Преградной Урупского района. Елизавета совсем еще юная, но в своих строках глубоко отразила любовь, нежность и чувство патриотизма к своей родине, Корчаева-Черкесии. В проникновенном сочинении автор постаралась показать красоту природы и свое отношение к ней. Каждый из победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений без срока давности и республиканского конкурса сочинений «Моя республика в судьбе моей семьи», рассказывая в своей работе о подвиге, тяготах и испытаниях в годы Великой Отечественной войны, сам переживает те страшные дни в истории страны. Такие конкурсы помогают людям понять, что такое патриотизм, учат нас ценить и любить родину, ценить минуты и дни, проведенные рядом с близкими, ценить воспоминания и память о тех, кто не смог вернуться к своим очагам, о тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы мы сейчас находились в этом зале. Сочинение было непростое, оно, во-первых, длинное и все, оно тяжелое, как и морально, так и физически воспринимается тяжело. Это, можно сказать, очень болезненная и трогательная тема, которую мы не должны забывать и должны помнить об этом всегда. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко поблагодарила всех участников конкурса сочинений за их стремление и желание знать историю своей страны, малой родины и семьи, а также желание донести до своих современников и будущих поколений эту историю. Порядка более трех тысяч учащихся нашей республики, начиная с общешкольного уровня, приняли участие в данном конкурсе. И только немногие ребята дошли до республиканского этапа. На республиканском этапе конкурса сочинений без срока давности были представлены 48 ваших работ. Каждая работа заслуживает внимания и уважения. После завершения торжественной части награждения, ребят пригласили на экскурсию в музей Центра военно-патриотического воспитания молодежи. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова